Всем привет! Люди Юйсей, Нью-Йорк. Ну что ж, я опять в Манхэттене, 20 июня, суббота вечера, 9 часов вечера. И я иду в ночную смену, у меня еще час с моей смены, но я пораньше приехала. Ехала в первом вагоне, поближе к темнокожему, как он называется, машинисту. Вот, и... Потому что уже под конец, когда я еду, уже никого в вагоне нету, знаете, уже прокручиваешь разные варианты. Вот, но... Значит, коротенько расскажу, что у нас происходит. Но мне кажется, мое ощущение такое, что немножко попритихло все. По крайней мере, вот с этими вот... Как они назывались? Райдс или Лутерс. Вот эти бандиты, которые громили магазины и заставляли бизнесы закрывать фанерой свои окна. Вот, мне кажется, это было короткое такое, короткий промежуток времени в самом начале. Начало где-то было в начале июня это... А теперь демонстрации перешли в мирное русло. То есть демонстрации проходят, протесты проходят. Вот, но они либо на велосипедах едут по, там, по 100, по 200 человек, либо они идут на океану, там, на Бордваке, либо еще где-то. Ну, в общем, либо они собираются каких-то памятников, либо еще что-то. Но это уже такие, знаете, мирные протесты. И, значит, никто меня не убедит в том, что эти люди прямо, знаете, за справедливость, за темнохожих и так далее. Это все проплаченные люди в большинстве своем. Ну, есть какие-то, может быть, идейные люди, но в основном это проплаченные люди. И они это не скрывают, они во всех городах люди получают за эту зарплату. Вот, кто их платит? Ну, вроде как Сорос и прочее. В общем, ну, мое мнение, что за всем этим стоят либералы, которые хотят любой ценой, любыми силами завалить Трампа. Вести нестабильность, вести в общество раскол, вести вражду, вести гражданскую войну и так далее. Чтобы люди все переругались, перессорились. И чтобы росла ненависть, негатив, чтобы росла, ну, вообще, чтобы рушилась экономика. Все рушилось, потому что Трамп под них копает, под всех вот этих вот политиканов. Он под них копает, и они хотят любой ценой. Вот завалить, и чтобы поставить какую-то сонную мумию 77 лет, которая будет позволять им делать все, что угодно, как было и раньше. Чтобы все было тихо, спокойно, и, в общем, они будут делать свои дела, а как он там действительно Джо Байден будет сидеть и, в общем, все им позволять делать. Вообще, это, конечно, смешно, что из миллионов населения, из миллионов демократов-либералов не нашлось никого, кроме 77-летнего больного человека, который, значит, вот такой тихий, спокойный, Джо Байден, который будет спать и всем все позволяет делать. Вот поэтому они, конечно, любой ценой хотят избежать Трампа, потому что он под них копает. Вот. Но вряд ли получится, потому что они себя дискредитировали уже ужасно, их уже ненавидят все, и уже и свои, и чужие, и все их ненавидят. Вот. Ну, короче, демонстрации проходят, такие протесты вялые, никому не нужны, уже, знаете, как бы интерес к ним схлынул, и где-то по старинке новости все еще передают про них, но уже это никому не интересно. Вот. Большинство людей понимает, что за ними стоят кукловоды, вот, кукловоды, которым это выгодно, которым это нужно, ну, в общем, это уже никого не интересует. Город потихонечку открывается, в понедельник, вот, 22-го будет новая стадия, вторая стадия. Вот, как я уже говорила, там вот сегодня делала видео с Джариком, что вроде как не говорили, я не знаю точно, я не смотрела в новостях, не присутствовала, но, что якобы Деблазио, мэр города, сделал такой какой-то типа конференции, вот, в районе Куни-Айленд. Куни-Айленд, именно район, а не Эвеню. Вот, и там собралось много наших русских, и была пресса, и, в общем, было, как бы, много наших русских людей, и люди стали кричать, свистеть и говорить, куда ты дел миллионы, которые тебе выделили, когда, сколько ты еще будешь нас мучить, но в таком духе, то есть народ был очень злым, и Деблазио, говорят, просто сбежал, он просто сбежал, вот, раз-раз-раз и сбежал, вот. И вдруг, о чудо, значит, на неделю раньше он собирается открывать вторую фазу. Детские площадки вроде будут открываться в понедельник, и в том числе какие-то бизнесы, и кафе-рестораны, но они уже потихоньку открываются, и парикмахерские, ну, вот такого плана. Вот, ну, в общем, то есть подтолкнули его как будто бы. Ну, знаете, я думаю, что, вот, конечно, очень много в Фейсбуке, особенно ужасных таких видео, когда темнокожие обижают белых, нападают, атакуют, несправедливость, и, как бы, грабят, и все это вот такое вот подается в таком виде, что да. И понимаете, что получается, что и да, и нет, и да, и нет, потому что, конечно, такие видео, они вызывают негатив, ненависть и возмущение у белых людей, и такие видео вызывают возмущение, ненависть у темнокожих, нормальных темнокожих, которые не являются бандитами. И они, как бы, говорят, что к нам приклеивают клише, мы не такие, мы не толкаем пожилых бабушек, которые разбивают голову о гидрант, мы не нападаем вот в магазинах на людей, там, мы не грабим магазины. То есть их возмущение тоже вполне понятно, да, и возмущение у всех белых тоже понятно. Ну, в общем, понимаете, и как бы получается, что тоже какие-то невидимые кукловоды хотят внести вот такой вот раскол, и с одной стороны должна быть гласность, с одной стороны надо показывать такие видео и показывать людям, что не всегда они белые, пушистые и несправедливые, их вот прям стреляют в спину, да, и тушат. Я не за это, я не за это, но в то же время, как бы, не надо вестись на такие видео, не надо давать, не надо считать, что все темнокожие такие, конечно, очень много темнокожих, которые вообще чудесные люди. И знаете, я еще что заметила? Заметила это еще в мае, что в нашем белом районе, в белом таком, можно сказать, слегка советском, или же ортодоксально-еврейском районе, или даже, можно сказать, традиционно американском, то есть в моем районе, где я живу, там живут и выходцы из СССР, русскоговорящие всякие, и ортодоксальные евреи-американцы, и такие, знаете, абсолютно такие, как бы, традиционные белые американцы. В этом районе я заметила еще в мае, что стало купляться огромное, ну, как бы не огромное количество, но заметно, заметно больше темнокожих людей, то есть они переселяются к нам, к нам, к расистам и так далее, к националистам и высоковерным белым доминантам, они к нам шмутся, приживаются. Вот, они стали арендовать в нашем районе, вот, видимо, квартиры, дома, я не знаю. Вот, я вижу их утром, они спешат на работу в своих, в какой-то там униформе, в своей вот этой вот, они также возвращаются вечером с работы, и я заметила, что их стало намного больше. Я заметила, это еще апрель-май, это еще было, когда была вирусная эта инфекция, но сейчас уже, по-моему, будут переселяться они тоже к нам поближе. Почему? Потому что, когда наступают вот эти волнения, то достается там всем, всем достается, и в темнокожих районах тоже страдают люди. Вот этот вот Дормэн, с которым я беседовала в прошлую субботу вечером перед своей сменой, он сказал, что он живет в Бронксе, и там тоже, они тоже страдали от всех этих протестов, от всех этих волнений и так далее, они тоже страдали. То есть, видите, нормальные люди жмутся к нормальным людям, а ненормальные хотят, в общем, хаоса. По поводу Сиэтла скажу два слова. В Сиэтле, что там автономия, прям там все, автономный город, ничего подобного. Я смотрела вот видео в Ютьюбе, человек снимает, там всего лишь 6 блоков. Опять же, 6 блоков длинных или 6 блоков коротких. Если 6 блоков коротких, это очень маленькая территория. Это вообще там просто, я не знаю, сколько это в метрах будет, но это очень маленькая территория. Вот, ну, предположим, даже если это 6 больших блоков, ничего страшного. Вот, значит, они, в общем, такие хипишные хипи сидят, в общем, тоже им там все проплачено у них. Вот, все проплачено, они сидят там кофе им приносят, в общем, такое все, на расслабоне. Тоже они приехали там из разных близлежащих городов, приехали, вот им заплатили, а что не посидеть там, 50 долларов, может быть, в день платят, или 100 долларов в день, ничего не посидеть-то, вот. Только так объяснишь этот энтузиазм. Ну, они такие мирные, там слушают какую-то музыку, что-то танцуют, ну, такие вот сидят там, якобы они оккупировали город, ничего они не оккупировали. Вот, дурака валяют и все. Ну, идут потихонечку там курят травку, ну, в общем, такое все. Якобы они вышли полицейских из полицейского участка. Полицейские приходят, все проверяют, смотрят, ну, ждут, когда всем все надоест, если, когда они сами с собой рассосутся, когда перестанут платить, они вернутся по своясе, в своим городам. Вот. Ну, в общем, вот такое вот, то есть, ну, показывают прямо автономию, все, Сиэтл там в осаде, все, они якобы полицейских выжили, и врачи этих хотят лишить финансирования полицейских и учителей. На самом деле они сидят там, вот, просто, вот, знаете, ну, просто вот тусуются, вот это вот какая-то хипящая молодежь, которой абсолютно нечем заняться, которая не работает. Вот. То есть, это по поводу Сиэтла. Ну, по поводу вируса, тоже вроде говорят, что где-то он поднимает голову, этот вирус. Ну, почему сейчас? Сейчас и здесь. Вот, поднимает, якобы, голову он в тех штатах, где не накрыло так, как Нью-Йорк. Вот, и в том числе во Флориде вроде как закрывались многие места, там тоже увеличилось количество, вроде как открылось, потом закрылось. Вот, но я что хочу сказать, вы знаете, миру, я вот так сейчас ехала в метро и думала, миру и нашему городу, и нашей стране, и вашей стране, и нашим странам, вашим странам, всем. Нам нужны лидеры, которые будут объединять. Нам нужны лидеры, которые будут говорить смело, кротко, смиренно, но они будут говорить правду, что, знаете, все равны, что преступник любого цвета кожи, он будет сидеть в тюрьме, он понесет ответственность за свои преступления, что неважно, это будут политические преступления, это будут грабежи, это будет насилие, и все будут привлечены к ответственности, при этой жизни или не при этой жизни. То есть нужны лидеры, которые будут объединять все национальности. Вот так вот, как, знаете, когда вот я вспоминала Спитак, этот город, что ли, который был разрушен в Армении, когда было землетрясение в 1988 году, да, в 1988 году, по-моему, было. И еще какой-то был город в 60-х годах разрушенный землетрясением, и когда вот все национальности, все поехали строить эти города, да, вот нужны лидеры, которые будут вот так призывать к тому, чтобы пробуждать в других самое доброе, самое такое, что все мы, это Адам и Ива, что все мы перед Богом одинаковые и хрупкие, хрупкие и как бы пробуждать в людях добро, не ненависть вот эту вот вражду и страхи, сейчас страхи у всех, страхи у белых, что напасть на них могут, страхи у тем, темнокожих, что их считают вот такими ужасными, какими-то обкуренными мутантами, зомби, которые, ну, вообще там, деграданты полнейшие, да, у них тоже эти страхи, у них тоже этот негатив, понимаете, то есть нужны лидеры, которые будут объединять людей, объединять, понимаете, и вот я в Фейсбуке, мне, ну, прислали такую, я тоже ее у себя развестила на странице, что есть, ну, что такое, сигнализация включилась у кого-то, вот, что есть маленькая группа плохих врачей, есть большая группа хороших врачей, есть маленькая группа плохих, ну, пусть даже там, ну, там не было темнокожих, там кого-то еще, маленькая группа плохих людей, там, допустим, да, и есть большая группа таких же, ну, допустим, темнокожих, да, то есть даже там не было темнокожих, там было что-то другое, Но я забыла, почему-то про врачей, и что есть, допустим, маленькая группа преступников из какой-то расы, например, маленькая группа, и такая же, допустим, нация будет, ну давайте возьмем, пусть стенокожие, например, есть небольшая группа преступников из стенокожих. То есть есть плохие люди, есть хорошие люди, и эта группа большая, большая, да, и вот только политики попадают, что есть большая группа плохих политиков и маленькая группа хороших политиков, да. А, паст, там были служители, маленькая группа коррумпированных, плохих служителей, и есть хорошие служители, ну пусть так, пусть служители, да, там, люди, которые там веруют. Вот, то есть есть маленькие группы, вот, кого бы мы ни взяли, полицейские, вот, там полицейские были, есть маленькая группа плохих полицейских, есть большая группа хороших полицейских, и так далее, что бы мы ни взяли, вот. И только политики попадают под категорию, что плохих политиков больше, чем хороших политиков, да. Но смысл в чем, что, ну, вот, ну есть, есть, вот есть маленькие там группы продажных плохих копов, да, и есть намного больше хороших. То же самое с врачами, то же самое, там, с темнокожими, то же самое с белыми, то же самое с кем угодно, какую бы мы ни взяли категорию людей, которые чем-то занимаются, ну, все равно хороших намного больше. Вот. И так же, как было при коронавирусе, когда, вот, ну, надо оставаться человеком, вот в этой панике, в этой депрессии, так и сейчас нужно оставаться людьми, пробуждать, нужно в людях и в себе хорошие. И вот я хотела еще, я тут встречалась со своей знакомой, не буду назвать ее именем, вот, и потому что она поехала на недельку, на вторую к себе на родину и там состряла, на три месяца не могла вернуться в Америку, вот. Но потихоньку работала онлайн, онлайн работала. И она вот тоже мне сказала, я спросила, как вот тебя вот, как ты себя чувствовала в апреле, вот, особенно в апреле. Потому что я знаю, что меня какая-то накрывала такая, как будто нас инопланетяне атаковали, как будто нас какие-то, как будто нашествия каких-то мутантов, как будто нас вот кто-то атакует, да, вот, из-за этого вируса, из-за того, как зомбировали, как ужасно вот это все нагнеталось. Она говорит, что там, где она была, в своей стране, там вообще было настолько все жестко, там три месяца она застряла, на три месяца. Она говорит, пускали только аптека, аптека, магазин и доктор, по-моему, она сказала. И пускали одного из семьи, хотя она была там со своей семьей, но она, говорит, была до такой степени депрессивна, до такой степени угнетающая, до такой степени было страшно. Я хотела, я вспоминала, что вот у нас тут тоже, вот, мне потом люди рассказывали, что неважно, с семьей, без семьи, с детьми, без детей, всем было очень-очень страшно в апреле, вот, когда вот начиналось все. Я хотела бы, чтобы вы тоже мне сказали, у вас были вот эти страхи, депрессия, уныние и так далее. И в связи с этим, вот, мне очень понравился вопрос, который задали знатокам, что словари не делают различия между одиночеством и уединением. Но какой-то там журналист нашел отличие между одиночеством и уединением. И есть предмет, который олицетворяет вот это вот различие, и этот предмет был в черном ящике. Этот предмет, в общем, ключ, они не ответили на этот вопрос, но этот предмет ключ, что уединение, это ты ключом запираешься изнутри, а одиночество, это когда тебя запирают снаружи. То есть одиночество, оно человеком нежеланное, оно нежеланное, оно вынужденное какое-то. А уединение, это человек сам любит быть, как бы, с минимальным количеством людей. И вот я подумала, что в апреле, то есть масса людей на земле вот есть, которые очень любят уединение, они, им вообще никто не нужен, да, они вот такие вот, как бы, ну, с минимальным количеством людей они общаются. И они хотят сидеть себе, вот, и они готовы сидеть, они годами, в силу там разных обстоятельств, если у них материально все нормально, они годами сидят, им интернет, телефоны достаточно. Ну, куда-то вышли там туда-сюда и все. Вот, но в апреле и мае получилась другая ситуация, что людей всех искусственно, как бы, заперли, заперли снаружи. То есть неважно, ты склонен к уединению, не склонен человека, даже склонного к уединению, у него всегда должен быть выбор, хочет он себя запереть или нет, а то всех заперли, да. То есть, поэтому это была очень такая, как бы, давящая ситуация, что людей, как бы, всех в капсулы такие, в капсулы посадили. Вот, ну, опять же, я подчеркиваю, что в Нью-Йорке не было так жестко. Мы с Жариком ходили с первого дня, гуляли вообще, там, наворачивали километр с ним. Вот, ну, тоже невозможно сидеть дома. Вот, мы ходили сначала по пустынным улицам, потом стало людей больше, больше, больше. В магазинах было всегда народу полно, все там об нас терлись и так далее. Но, как бы, вот это вот общение увеличивалось. Мы за эти два месяца очень много узнали о своих соседях, о своих соседях и много того, что раньше даже никого не интересовало. То есть мы со многими, со многими близко познакомились в доме. Вот, вот, то есть, понимаете, как-то люди стали больше общаться даже в какой-то степени. Но я вот хочу какую мысль там донести, что получается, что в апреле и мае людей постарались разъединить. Разъединить. Разъединить уже через расовую ненависть, через вражду, через негативные эмоции друг к другу. Уже вроде как открываются города, да, открываются вроде уже. Давайте ликовать, давайте уже радоваться, да, что вирус отступает. Так нет, мы вас разъединим другим способом. У вас все равно, каждого посадим в свою коробочку, в свою капсулу. Вот. Ну, в общем, вот такое вот, такое мое размышление. Напишите, у вас было вот это ощущение унитенности, когда только все начиналось вот с этим вирусом? Ну, говорят, что за всем этим стоит Билл Гейтс, что он там в своих лабораториях вот это все придумывает, распространяет и так далее. Я считаю, что он накопил миллиарды вот только за апрель-май, когда все люди перешли на онлайн, и в том числе все дети. И я вот эту мысль уже говорила, что в Заокском, например, где у нас Академия находится, это два часа от Москвы, наверное, на поезде, на электричке, детей заставили и взрослых подписать свое согласие на онлайн-обучение в октябре, в октябре 19-го года, когда еще про вирус вообще ничего не было известно и так далее. Потом на раз-два-три перевели на онлайн-обучение в мае. Они не хотели подписывать эти бумаги, но их заставили. Вот тоже интересно, что получается и Путина как бы подмяли, и Путина... Путин тоже в игре, Путин тоже в этом масонском клубе. Вот интересно, что я вот думаю, он сейчас сидит, посмеивается вообще, ой, над всем, смотрит на то, что происходит в Америке, да и думает, ой, Трамп, да ты дитя, дитя, ты у меня поучись, как держать народ, вот, без всяких этих демонстраций, без всяких этих протестов. Вот, что я еще хотела сказать? Ну, вот такая, да, вот такая у нас история. Ну, вы знаете, я вот что подумала, вот, да, что многие сейчас говорят, ой, вот хорошо, когда... Не знаю, меня вообще слышно. Хорошо, что когда нет уже своего, получается, жилья в любом городе. Вы знаете, вот ситуация показывает, что да. Вот сейчас такая ситуация, что хорошо, когда ты можешь сорваться с места и куда-то уехать. Ну, не сейчас там, а может быть через... Ну, ты как бы не зависишь ни от кого. Вот это, получается, какие-то плюсы даже в этом. Потому что неизвестно, кто будет у власти, кто будет править городами. И, возможно, людям захочется туда-сюда легко сорваться и уехать. Что и произошло. Очень много уехало в Пенсильванию, очень много уехало в Коннектикут, очень много уехало в Нью-Джерси и очень много уехало во Флориду. Я так знаю от людей, с кем я общаюсь. Вот остались только те, кто работает, и, ну, там, семьи, дети и прочее. Но очень много вот покинуло именно Нью-Йорк. И многие умерли тоже. Так печально все. Вот. Потом, значит, что еще хотел сказать? Мысли-то моя какая у... Мысли много. Так вот, Билл Гейтс. Значит, он, вроде говорят, там, в Африке тоже со своими, ведьми, прививками или прививками инъекций. Он там загубил, вроде как, тьму народа. Так уж не так, а трудно сказать. Кто не знает. Он без детей и, в общем, короче, хочет всех школьников держать онлайн, чтобы все школьники сидели. И вот так вот вообще никакой не было, чтобы у них в социальной жизни, никакого общения, чтобы они сидели все в компьютерах и онлайн занимались. А ему бы деньги только капали. Вот это онлайн-обучение. Ну, как бы не очень понятно, как будет со школами в сентябре. Я надеюсь, что какие-то подключатся силы, которые прижмут их всех. И Божьи силы, и такие же силы, например, как бы еврейские силы. Вот. И что еще хочу рассказать? Что вот все-таки нужно, чтобы... Я хочу слышать речи по телевизору, ну, не по телевизору, там, в медиа, в новостях, в фейсбуке, которые бы объединяли людей, которые бы не разъединяли, а объединяли. И показывали, что мы все братья и сестры. Что мы все происходим от Адама и Евы. Вот. И что все мы как бы под одним Богом ходим. Под Богом ходим. И что жизнь такая штука, что не знаешь, что произойдет. Вот. И чтобы вот эти страхи и ненависть, они снижались. Это очень много значит, если бы сильные харизматичные личности сейчас стали говорить правдивые вещи, правдивые. Не сюсюкая там, не идя на поводу того, что хотят услышать там политиканы, да, те же либералы, демократы. А вот именно говорить правду. Говорить то, что людям нужна правда. Люди никогда не любили и никогда не полюбят манипуляции. Манипуляции хотят использовать как технологию те, кто хочет каким-то образом оказаться вне тюрьмы, сохранить свои наворованные деньги, оказаться вне тюрьмы, избежать наказания и так далее. Вот только такие люди, которые хотят управлять другими, они любят манипуляции. Большинство людей нормальных, нормальных манипуляций не любят. И даже вот много в Фейсбуке темнокожих, которые говорят, что нет, а мы за Трампа. И вот там есть такой Уильямс, я забыл ее фамилию, который говорит, что он за Трампа, он то-се, он за то, чтобы все жизни имеют значение, жизнь каждого имеет значение. И ему люди пишут, что мы тебе голову отрежем, мы твою дочку, он говорит, у меня дочки нет, но мне все равно. Говорит, я не понимаю, если я за выбранного, легально, законного, выбранного стороной президента, почему мне угрожают оторвать голову, если ношу красную кепку на голове, на которой написано, пусть Америка станет великой, почему я должна ходить и оглядываться, почему мне пишут угрозы, и его обожают. Чудного такого, такого чудного темнокожего, такой смешной. Я просто его обожаю, его видя. Он говорит, почему я должен ходить и оглядываться. Мне написали, ходи, оглядывайся, мы за тобой наблюдаем. Почему, говорит, я должен ходить и оглядываться, если я хожу с красной кепкой на голове, на которой написано, что пусть Америка станет великой. Это, ну, как Трампа, лозунг. Сделаем Америку великой снова. Вот, если мне говорят, если я за республиканцев, почему мне надо угрожать, что мне отсекут голову? И почему угрожают дочки, которой у меня нету? Вот, ну, в общем, вот так вот. Короче, нужны люди, которые объединяют. Вот, я просто жду, когда появятся такие люди, которые будут, которым дадут, во-первых, сказать, и которые вот не будут бояться, не будут вот эти, разыгрывать вот эти спектакли, преклонять колени, там, плакать, там, угробы и так далее. И смотрите, как интересно, что появились вот эти восстания сейчас и в Европе, там, еще где-то. Вот, им вообще до Флойда нету дела. Это явно, что все проплачено, все проплачено, понимаете? Ну, только за деньги люди будут идти и часами вот это вот стоять где-то, там, типа они бастуют, типа они митингуют. Вот, ну, и, конечно, есть такие поджигатели, которые вот это все делают, поджигатели, которые заводят всех. В общем, куклы-кукловоды. Вот, и за всеми, и за всеми вот этими беспорядками, хаосом стоят темные силы, темные, которые управляют и умами вот этих всех Соросов, Билл Гейтсов и прочих. Вот, но Бог сильнее, Бог управляет мирами, Бог управляет планетами, планеты не сталкиваются, миллиарды несутся там в космосе, миллиарды небесных светил, миллиарды галактик, в каждой галактике миллиарды планет, они все несутся на огромной скорости, вращаясь еще при этом вокруг своей оси, и они не сталкиваются. И нигде никакие взрывы не происходят. Бог хранит и нашу планету, которая между вот этого всего, миллиардов всего там, да, Бог управляет планетами, Бог управляет атомами, Бог управляет макромиром, Бог управляет микромиром. И Бог и здесь все разрулит. И так же, как легко вспыхивали восстания и в бывших 15 республиках, да, вдруг ни с того, ни с сего, все, ненавидим русских, ненавидим узбеков, ненавидим там этих армян, ненавидим азербайджанцев и так далее. Вот это все, знаете, вот это вот многонациональное государство, многонациональные республики вдруг становились наполненной ненавистью. Это тоже все управляется темными силами. Поэтому не надо поддаваться всему, это надо любить всех, ко всем относиться как к братьям и к сестрам, любить всех и распространять вот эту любовь. Любовь распространять ко всем, понимаете? И очень легко посеять вражду, очень легко посеять расколы, очень легко посеять вот это вот отрицательные эмоции, страх, ненависть, тут все в кучу, да еще с этим вирусом все тут легко. Понимаете, все как пропитали бензином, потом раз, одна спичка, и еще подпитали деньгами, и вот они вам восстание, вот вам ненависть, и вот вам вот это вот. Тем более в Америке многонациональное государство, в городах крупных столько национальностей, столько религий, и все мирно должны уживаться. Ну вот, вот такие мои размышления, пишите свои, пожалуйста, пишите про свои, про как у вас было настроение. Меня вот интересует вот эта вот эмоция. Эмоция, если вы вспомните, какие у вас были эмоции, когда начинался только вот с вирусом, понимаете? Потому что у меня были, у меня какая-то была такая легкая паника, как будто нас бросили, как будто что, как с работой, я с Джариком, и что, как. Но как-то потихонечку Бог все разруливает, все разруливает, решает вопросы и там, и сям, понимаете? И как-то мне с большим трудом, с большими этими... О, это были челленджи и квесты. Заполните эти бумаги, пришлите, отсканируйте, сходите к доктору, заполните эти бумаги. Доктора все не работали. Значит, мы там онлайн делаем видео с докторами. Придите там, мы заполним вам бумаги. В общем, короче, это длилось только два месяца. Вот. Ну и вообще там кучу бумаг соберите, отсканируйте, пришлите факсом, ничего не работало в апреле. Что там можно было факсом отправить, что там можно было отсканировать. Это были какие-то сплошные головоломки. У меня был только телефон, компьютер, все. И как будто дома у меня офис. Факс-машина, копировальная машина, и этот сканер, и что там только нету. Ну, в общем, короче, с большими квестами и челленджами, но все-таки небольшой paid family leave мне дали. Это оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам. Все-таки DOH меня не бросила, не бросили. Department of Health. Я просто думала, как они нас так бросили, вот тех, кто с детьми, как это так? Как это вообще так? Вот. Но как-то, знаете, ну, потихоньку-потихоньку жизнь как-то нормализуется. Неизвестно, как будет в сентябре. Мы не знаем, как у нас вот в сентябре, что, как. Вот с теми же школами, откроют, не откроют. Их задумка тянуть до ноября. Всех держать под колбаком до ноября. Но что-то летает, знаете, какие-то комары, мушки. Вот. Но ничего не получится. Ничего у них не получится. Уже это Деблазио и Куома ненавидят все. И свои, и чужие, и все, понимаете? В общем, короче, демократы себя показали в самом ужасном свете. В самом ужасном. Они купили медиа, вот эти новости. Они всех все купили. Натравливают людей. Ну, в общем, вот такое все. Ну, не знаю. Конечно, Трамп, он рубит все с плеча. Может быть, ему не хватает вот этой дипломатичности. Ему не хватает как-то всех объединять. Вот этого вот. Но задумка все вот это, чтобы... Ну, это мое мнение, что задумка такая, чтобы всех развести на негатив, чтобы люди пострадали экономически, чтобы люди пострадали, чтобы гражданская война была, чтобы рушились бизнесы, вызвать недовольство на всех уровнях. И тогда все будут против Трампа. Понимаете? Вот такая закупка. Ну, в общем, японское проклятие, или что там, чтобы жить вам в эпоху перемен. Когда лучшее правительство – это то, которое не замечают. Это правда. И жить в эпоху перемен не очень хорошо. И лучшее правительство, которое не замечает, которое работает, 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 и все делает правильно. Ну, все. Пишите свои мысли. Мы видим, но мы видим вот так вот, вот так, да? А Бог видит вот так. Бог видит сверху, в перспективе. Мы видим вот, не дальше своего носа, а Бог Он видит в перспективе, на годы вперед. Ну, все. Если они у нас есть. Если Христос раньше не придет. Ждем Второго пришествия. Ну, все. Всем пока. Хорошего Вам лета.